добрый день мы сегодня осматриваем самокат ninebot es2 ну так как на моем самокате повторяюсь на моем самокате установлен дополнительный аккумулятор данную модель можно отнести к есть 4 проводим мы сегодня осмотр данного самоката на вот таких условиях прогреть практически реклама ржд вот и доехали мы сюда по стандартной дороге при дорожной при рельсовой дороге ржд это вот такое состояние полотна полотно не совсем ровная но на самокате ки я доехал на нем сам не тащил его единственное что я перетащил его через железную рельс вот и будем осматривать заключается осмотр в том что главная характеристика моего самоката то что он имеет пробег 1 1300 километров и по этому самокату можно посудить что он действительно эксплуатируется это является на стойке руля у нас алюминий алюминий если мы присмотримся получше имеет какие-то разводы то есть вы покупаете новый самокат проезжайте на нем один сезон и стойка рулевая у вас примерно в таком состоянии будут выглядеть к сожалению это минус это очень большой товарный минус этого самоката вот эти силиконовые кстати это газ это тормоз но он не механический тормоз и не гидравлический он электрический он под дает сопротивление мотору тем самым собирая энергию рекуперация которая называется как на спортивные автомобили гибридным собирает энергию возвращает ее аккумулятор тем самым заряжая его но дает нагрузку для движения а так как вы даете нагрузку вы тормозите для этого он и существует замена колодок тормозной жидкости вас не должна волновать потому что все электрическое и этого тут не будет единственное что вас может волновать это замена самого моторчика но я посмотрел его в магазине данный моторчик стоит 7000 рублей точнее колесо внутренняя часть колеса в которой расположен сам двигатель мотор который дает крутящий момент приводит вас движение и или вы тормозите на нем при нажатии на тормоза при этом колесико также если опираясь на магазины на тот же алиэкспресс имеет износ потеря рисунка протектора полностью потому что при мокром асфальте в режиме спорт плюс переднее колесико она шлифует даже прокручивается тем самым оставляя свой свою резину а на асфальте вот и так как вся основная масса распределяется на переднее колесо она и имеет и она и ведущее колесо то износ протектора очень большой и одновременно громадный вот заднее колесо без каких-либо нагрузок поэтому протектор 1300 километров даже сохранился практически его бы продавцы в авито это заднее колесо продавали как новая без пробега но переднее колесо всю эту картину портит как и алюминий который имеет подтеки и его внешний вид тоже только может исправить эта перекраска где вы залепите эту фирменную надпись найт бот ну очень скверно очень скверно вот давайте посмотрим сейчас на режимы которые и как они переключаются как фонарик включаем мы этой клавиши он молниеносно включается и может тут же ехать это газ тормоз еще раз повторюсь режим сейчас никакой не стоит у нас по режим скорости двойное краткое нажатие переключает спорт кстати обычный режим без ски разгоняет самокат до 16 километров в час с к спорт так называемый их не разгоняет до 26 а красный спорт плюс разгоняет самокат до 31 километра в час запаса хода мне самоката хватало на примерно 30 километров также данные самокаты был выбран потому что в нем все скомбинировано все достаточно красиво нету никаких внешних блоков которые мешают внешнего виду самоката ну за исключением батареи конечно вот и также функциональный фонарик который очень очень хорошо светит долгое нажатие и и включает фонарик долгое нажатие отключает фонарик все очень просто скоро мы перейдем по скорости я вам рассказал по километражу с дополнительной батареи я рассказал это примерно 30-40 километров но нужно учесть что я всегда езжу в спорте плюс езжу по дорогам не по тротуарам поэтому на по дорогам нужна скорость чем больше тем лучше чтобы гонять с машинами и жигулен коми на которых 100 километров в час в принципе страшно ехать поэтому вот такие дела 30 40 километров мы вечером переносимся домой посмотрим какие режимы имеют подсветка данного аппарата как он закрывается имеет ли он какую-то охранную систему сразу скажу что практически ее нету упереть ее упереть ваш самокат вообще очень просто оставлять его на улице нигде нельзя колеса блокирует всякой туфтой которая вот тут закреплять за ней колесо тоже особо не поможет как и охранная система которая блокирует переднее колесо и сигнализирует его посмотрим в приложении мой пробег который составляет я вам уже назвал какой в километрах естественно но если кстати еще по дефектам смотреть которые эксплуатационные дефекты у меня уже есть мятины тут царапины по бокам притертости тут притертости с другой стороны тоже притертости здесь все все то же самое пришло время в жарить мы сейчас стоим на режиме не спорта самый обычный то есть он самый медлительный сейчас попробуем на нем разогнаться погнали 10 километров 15 километров 16 километров все он больше не едет на этом режиме останавливаемся сейчас включаем спорта режим индикация нам показывает что мы сейчас жарим в спорт режиме давайте погнали 20 15 15 17 20 23 24 25 26 26 индикация нам показывает что мы в спорте плюс погнали 20 25 25 28 30 самый главный параметр почему я выбрал именно эту модель является тем что полное полно заполненное резиновое колесо это модель имеют почему мне это по душе потому что это колесо никогда не придется вести нашу шиномонтажку ставить латку на камеру менять само покрышку потому что у них она протерлась протерлась уже до корта и скоро выйдет камера на износ постоянный заказ а с учетом тем что вся масса данного самоката приходится на переднюю ось вам придется достаточно часто менять передняя переднюю покрышку постоянно ловить какие-то колючки от акаций на колеса они будут пробивать вам их да они может быть не очень дорого стоят у других моделей но и здесь не очень большая стоимость я вот смотрел алиэкспресс пожалуйста 1600 передняя полна 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 заполняемое резиновое колесо вот так мы назовем вот это самый главный плюс этой модели да эта модель имеет подвеску подвеска сзади вот она работает подвеска спереди так как модели у меня уже с какими-то дефектами я могу ее вот прям вот так положить на рельс показать вам что внизу есть диодики которые освещают и мы лежим эти будем смотреть что можно поставить задний амортизатор что является задней подвеской в принципе не убиваемый а вот спереди при покупке пришлось резиночки сразу эти менять вот их взяли кустарным способом обычный шланг от жигули который имеет стальной корт внутри их поставили и вот ездим горя не знаем уже какое какое расстояние вот и наступил вечер пришло время проверить как работает приложение и вообще что может себя включать приложение вот естественно мы аппарат включаем тут bluetooth индикация горит мы заходим в телефон открываем приложение он тут же даже не нужно быть хозяином это сигвея практически находит мой аппарат и заходит в него при этом пишет оставшийся пробег процент зарядки ну и при этом рассчитанный примерно оставшийся пробег теперь один из самых главных показателей общий пробег 1300 километров как вы видите у меня собственно и 23 даже температура показывает которая сейчас находится вот далее есть система типа якобы охраны мы ее включаем но при этом что самое интересное не можем его отключить он не выключается вот катить его невозможно он блокирует мигает сигнализирует а толку в принципе никакого нету от этого ну и что я его выключить не могу то есть я должен пойти в магазин где-то в километрах ладно в 500 метров от него оставлять его включены заблокировать а что самое интересное где-то на расстоянии 5 метров он теряет связь с bluetooth потому что у него слабый этот адаптер bluetooth и все ну странная очень система сигнализации в общем его сигвей надо постоянно с собой таскать вот блокировать его цепью или что-то типа подобное здесь тоже особо толку нету его утащат просто на плече то есть оставлять его по сути вообще нигде нельзя только таскать с собой в магазин и заезжать только на нем и так далее вот ну естественно еще дальше мы можем если по менюшке лазить уровень рекуперации энергии ну средний стоит потому что когда ты газ отпускаешь если станет высокий уровень то тебя так оттягивает назад потому что переднее колесо начинает очень сильно собирать энергию и при этом очень сильно тормозит пароль для связи стоит ну не пойми как он работает круиз-контроль вещь хорошая то есть ты разогнался до пяти километров в час он пикнул ты газ отпустил и он пять шпарит но при каких-то динамической езде по прям по дороге с автомобилями он бывает вот эти секунды то что ты едешь допустим 15 километров в час вот на круизе собираешься резко остановиться тут перед тобой машина выскочила и он какую-то секунду думает его отключить ну то есть очень опасная опасный круиз ну не очень им пользоваться поэтому приходится без круиза ездить вот и далее сейчас мы его разблокируем далее у нас есть сам сигвей его настройки это световое освещение скорость в данный момент какое-то ограничение можно поставить я не знаю скутер скутер это мы в меню в этом были прошивка у меня самое последнее обновление сведения о нем ну понятно номер и так далее аккумулятор аккумулятор 1 ну естественно когда NS4 тогда второй аккумулятор появляется процент у них практически одинаковый потому что они между собой подсоединены вот ну это меню все ненужные особо единицы измерения можно в милях поставить вот ну самое интересное это тут световое освещение световые приборы допустим и начнем динамическая пульсация и под ним начинает данная гореть индикация под ну еще можно разного цвета тут же менять тут же ее менять какие хочешь зелененький хочешь темно-зеленый голубой фиолетовый все цвета радуги практически всякие пульсации световые дорожки вперед-назад с разными цветами цвет 1 и цвет 2 и например даже вот такая мигалочка если мы например цвет этой мигалочки сделаем синий будет как полицейская мигалочка в темноте очень хорошо эту подсветку видно когда ты едешь то есть помимо того что на нем горят габариты боковые всегда вот сейчас мы включаем освещение ну точнее габариты горят при включенном свете то есть и фонарь светит и габариты сзади еще световая индикация еще на самом аккумуляторе светится такой габарит есть катафоты которые отражают ну в принципе на дороге ты более чем заметен но так как все это разряжает аккумулятор к сожалению приходится ездить световые индикации отключены вот и все вот и в принципе все приложение которое может быть аппарат выключаем готовимся к следующему пробегу надеюсь следующий пробег будет намного больше мы ничего при этом не сломаем вот аппарат нас будет радовать и работать исправно если что то сказать еще добавить ну как складывается можно добавить единственное складывается вот папку мы убираем выгоняем его на простор одной ногой держим здесь допустим другой нажимаем здесь нет не получилось ну потому что в тапочках очень больно на этот плечах нажимать прижимаем это и и сложили все вот теперь вот такая тошняшка которая весит там в районе 14 килограмм которая перевешивает центр тяжести не посередине у него браться вообще не пойми где нужно чтобы удобно занести я сегодня ездил в магазин то есть магазин был на втором этаже с лестницей я с собой я с собой его взял вот потащил магазин зашел в магазин кинул его просто в магазине вот поэтому давайте его раскроем есть ну в принципе вот и все добавить пока нечего пробег 1300 будем радоваться дальше ездой на самокатике экономить бензин доставления облак apple м на м на Продолжение следует...